Друзья, для поднятия новогоднего настроения мы сегодня будем создавать композицию из еловых веточек, шишек, вот такого хлопка, веточек травки красивой в серебре. Добавим туда вот такие композиции и добавим туда новогодние шишки. Для того, чтобы приступить к началу изготовления, нам понадобится вот такая коробка и флористическая губка. Я уже подготовила флористическую губочку, ее нужно обязательно замочить в водичке и заклеить ее пленкой, чтобы она не давала воду. Вот таким образом мы ее туда опускаем, приступаем к украшениям елки. То есть прежде чем елку вставить, нужно обязательно убрать вот здесь вот иголочки снизу, чтобы было удобно вставлять. И вот таким вот образом мы ее вставляем. Так, веточки мы вставляем в хаотичном порядке, но после того, как мы закончим их оформление, мы уже посмотрим и вставим там, где их не достает. Веточки мы используем в живой еле, это в данном случае это пихта. Вот, поэтому губку обязательно нужно будет смочить водой, чтобы ветки питались. И от этого же появляется запах. Вот такая у нас появилась композиция, а теперь мы ее будем украшать. Для этого возьмем шары. Шары я предварительно одела на спашку. Если спашка слишком длинная, ее можно обрезать. Можно даже просто надломить. Шары мы тоже можем вставлять в хаотичном порядке, это уже как нравится. Я вижу, что мне елочных игрушек в этой композиции уже достаточно. Мы добавим. Вот такие декоративные украшения можно приобрести в флористических магазинах и удлинить с помощью проволоки. Чтобы композиция была более яркой и нарядной, я добавлю еще шишки. Сейчас мы еще добавим серебристые веточки, как будто они в ине покрыты. Таким образом мы их обрезаем, укорачиваем немного, потому что они слишком длинные. Я буду вставлять букетиком. Прямо с какого-нибудь края. Еще я добавлю снежинки. Их мы будем просто вставлять между веток. То есть какого-то крепежа не требуют. Наша новогодняя композиция готова, и она будет прекрасным украшением новогоднего стола, вашего интерьера. А также вы можете подарить ее вашим близким.